ОМТВЮЭЙ ПРО ГОЛОВНЕ Размер пакета составляет 61 миллиард долларов. Законопроект предусматривает 8 миллиардов экономической помощи Украине. Арест высокопоставленного генерала российской армии, заместителя министра обороны Тимура Иванова, свидетельствует о снижении аппаратного влияния давнего соратника Путина, Сергея Шойгу и усилении влияния спецслужб. Об этом изданию «Москоу Таймс» рассказали два источника в российском правительстве, а также человек, близкий к Кремлю. «В первую очередь, арест Иванова – это передел рынка. Он курировал не просто стройку, а военные подряды, а это самое вкусное и большое. Ну и, конечно, это очень серьезный политический и аппаратный удар по группе Шойгу», сказал чиновник из правительства. Арестованный накануне московским судом, Иванов был близок к Шойгу. Богатство и роскошная жизнь семьи Иванова, обвиненного в получении взятки в размере 1 миллион рублей, не была тайной как для спецслужб, так и для российской политической элиты. Настоящих злоупотреблений в части распоряжения армейским имуществом было множество, но за это его стоило арестовывать годы назад, сказал источник, близкий к Минобороны. Также он добавил, что выбор момента для ареста, который состоялся всего за несколько недель до инаугурации Путина, на пятый президентский срок и начало формирования нового правительства, говорит скорее о политических причинах и не самых прочных позициях Сергея Шойгу. Победим? Всех победим, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим. Давайте с Богом. А еще вчера БАЗа писала о том, что бывшая жена Тимура Иванова Светлана, она еще известна под фамилиями Захарова, Маниовичей, собственно Иванова, перестала выходить на связь. Напомню, что расследование ФБК о роскошной жизни Светлана и Тимура Ивановых это именно то самое неназванное, но всем известное расследование, на которое намекают в ЗАД-каналах. А мы пока с вами посмотрим вот на эту карточку дела о расторжении брака между супругами. В конце 22-го года, когда мои коллеги выпустили свое расследование, казалось, что речь идет о фиктивном разводе. Тем более, что раздела имущества между супругами не было, а Светлана и вовсе незадолго до развода официально взяла фамилию Иванова. Казалось, что фиктивный развод – это такой способ продолжать посещать Европу, а Светлана – большая любительница таких путешествий. Еще Светлана любит спускать коррупционные деньги в дорогих бутиках, которые с началом полномасштабной войны вообще-то начали отказывать россиянам в обслуживании. Спустя полгода ситуация прояснилась. Для тех, кто запутался, есть заместитель министра обороны генерал-полковник Садовенко. Он де-факто был женат на советнице министра обороны генерал-майоре Китаевой. У них родилось трое детей. А потом, совсем недавно, судя по всему, она ушла к другому замминистру обороны Тимуру Иванову, который меньше года назад развелся со светской львицей Светланой Маневич, о которой мы делали расследование. Это расследование я порекомендую отдельно. Там есть немало интересных деталей для ценителей светской жизни чиновников. А про саму Китаеву добавлю еще пару слов. Мария – это дочь Нины Китаевой. Вот она на фотографии вместе с мэром Лужковым и главой московского строительного комплекса Владимиром Ресиным, чьим заместителем Ниночка, как ее называли, работала много лет. С 2007 по 2012 Китаева работала телеведущей. Сначала на телеканале «Звезда», а затем в ВГТРК. Каталась с Путиным в «Желтой ладе», наверняка вы помните то самое турне. А еще работала на прямых линиях. В 2012 она стала советником и пресс-секретарем Шойгу. Еще через два года, ей тогда было 27 лет, Китаева стала госсоветником. Замминистра обороны, пока не Ивановым, а только Юрием Садовенко, у нее родилось трое детей в 2014, 2016 и 2018 годах. А потом Китаева ушла к другому замминистра. Вот несколько фотографий, которые не оставляют никаких сомнений. Совместный отдых, поездки на лыжах. Этот снимок сделан в годовщину начала войны, 24 февраля 2023 года. Какие-то снимки просто до степени смешения, похожие на то, что мы показывали вам в прошлом расследовании об Иванове Еманевич. Те же гламурные тусовки и клубы, те же платочки Павла Посадский, те же семейные фотосессии. Вот такая Санта-Барбара. Ну что, обсудим эту Санта-Барбару в Министерстве обороны вместе с расследователем Сергеем Ежовым. Сергей, ну, насколько известно, по делу Тимура Иванова задержано как минимум два человека, но ничего не сообщается ни про его бывшую жену, Светлану Иванову, ни про его нынешнюю пассию, собственно, Марию Китаеву. Знаем ли мы что-нибудь о них, поскольку говорят, что, кажется, они тоже могут быть задержаны? Смотрите, Светлана Маниовича, она же Иванова и Захарова, имеет все основания быть задержаны вместе с Тимуром Ивановым, и вместе с Александром Фоминым, потому что она являлась, можно сказать, участником этой организованной преступной группы. И расследование ФБК, на котором строится, на самом деле, все официальное обвинение, показывает, что Светлана участвовала во всех этих коррупционных схемах, она общалась с подрядчиками Министерства обороны, согласовывалась с ними по ставке и ремонт в своих особняках, то есть все основания ее задержать есть. Я сейчас специально перед записью нашей программы, я зашел в телеграмм Светланы Ивановой Маниович, личные телеграммы посмотрел, когда она последний раз была онлайн, и она была онлайн 23-го числа. Кстати, ровно тогда же, когда онлайн был и Александр Фомин, который сегодня, как мы узнали, арестован судом. Так что, либо Светлана Иванова ушла в цифровой детокс после ареста своего бывшего мужа и решила просто не выходить в интернет, либо она тоже не имеет какой-то физической возможности это сделать, потому что двое суток она, как и Фомин, не выходит в телеграмму. Ну а что конкретно могут вменить Светлане Маниович, давайте тоже ее для простоты будем называть именно так, кроме растраты, например, поскольку, честно говоря, не совсем понятно ее участие именно в преступной коррупционной схеме. Ну, она, можно сказать, была таким распорядителем от лица семьи Тимура Иванова, она согласовала по поставке мрамора и ремонта, ну то есть она была выгодоприобретателем, собственно, от этих подрядчиков Министерства обороны. И, безусловно, если раскручивать это уголовное дело, ну как подобает, по всем правилам, то, конечно, без Светланы Маниовича здесь не обойдешься, потому что она важное звено в этой цепочке коррупционных связей Иванова. Ну а что известно в таком случае про Марию Китаеву? Насколько я понимаю, она тоже не просто бывшая ведущая и не просто бывший пресс-секретарь и советник. У нее, кажется, тоже есть, скажем так, опыт участия в коррупционных схемах. Безусловно. Это были расследования, выпущенные за последние несколько лет, несколько расследований. Были расследования про недвижимость Марии Китаевой. Собственно, я и писал это расследование в здании «Инсайдер». И там у нее недвижимость получилась на... У нее и у ее родственников ближайших на полтора миллиарда рублей. Это только то, что удалось найти. И можно сказать, что бизнесмен ее брат успешный занимается жилищным строительством. И вот, в общем, вроде как понятен источник происхождения этих средств. Это его строительный бизнес, родного брата. И можно сказать, что она от него взяла деньги. Можно было бы, но проблема в том, что еще этот бизнес брата тоже построен на коррупционных схемах именно с Министерством обороны. Потому что они свои стройки вели на бывших землях Министерства обороны, которые получили в собственность по таким нелегальным, скажем так, схемам. Выкупали их по ценам ниже реальных и так далее. Это были расследования у издания «Медиазона», «Сканерпроект». И плюс ко всему еще последний гвоздь в репутацию Марии Китаевой, конечно, внес ФБК своим последним расследованием прошлогодним про тоже ее коррупционные схемы, про ее отношения с замом министра обороны. И все это на фоне, как и у Манилович, любви к путешествиям в Европу. Ну а мы можем сказать, что Мария Китаева – это такой посредник в коррупционной цепочке между Минобороны и, соответственно, бизнесом своего брата. И, кажется, она может даже считаться таким продолжателем коррупционных дел и коррупционной династии, раз уж упомянули про Нину Китаева. Да, безусловно. Здесь прослеживается четкая связь. И плюс к этому она сама по себе еще носила ранг советника Шойгу, что тоже наделяет ее ответственностью. И, соответственно, любой бизнес, связанный с Министерством обороны страны и ближайших родственников уже должен попадать подозрение. Но плюс к этому, конечно, участие в отношениях с двумя заместителями министра обороны, конечно, тоже добавляет особой пикантности этой ситуации. И понятно, что у нее, как и у Маневович, такой длительный шлейф коррупционных отношений с военным ведомством. Посмотрим, что будет с нею. Даже интересно, и что она теперь будет делать после ареста, собственно, Тимура Иванова. К счастью, заместителей министров обороны, заместителей у Шойгу много, не два. Так что она может даже кого-то еще себе выбрать. Ну, вполне себе. Вы упомянули, что обе дамы сердца Тимура Иванова любят поездки в Европу и продолжают ездить в Европу. Правильно ли я понимаю, что они не находятся под санкциями ни одна, ни другая? К сожалению, нет. Не находится ни Маневович, ни Китаева. Более того, дети, ну, как они, можно сказать, что пасынок, ну, в общем, приемные дети Тимура Иванова, они тоже поселились на Западе. Но если его пасынок учится в Великобритании, проводит там большую часть времени, то его дочь просто мотается между Францией и Москвой, между Парижем и Москвой. Они тоже не включены в санкционные списки, хотя, как мне кажется, имеют полное право там оказаться, потому что, например, мы знаем прецеденты, когда оказываются под санкциями дети олигархов, и это правильно, потому что они часто являются как бенефицарами, собственно, этих схем олигархов, так и формальными там владельцами каких-то активов. Ну, в данном случае, например, про сына, ну, про пасынка Иванова можно сказать то же самое, на самом деле. Его даже учеба в Оксфорде оплачена из коррупционных денег. Поэтому есть все основания тоже включать их в санкционные списки. Сергей, ну, последний вопрос, он не совсем к вам как к расследователю, но, может быть, у вас есть своя гипотеза о том, почему вообще стала возможна такая Санта-Барбара в Министерстве обороны. Все-таки, если мы говорим о Марии Китаевой, то это действительно такой брак с Юрием Судовенко, одним из замминистров Шойгу, трое детей, а потом, по сути, тоже служебный роман уже с другим замминистра. Что там, что вообще происходит? Ну, тут, конечно, нельзя не вспомнить, что и сам Сергей Шойгу имел любовницу, да можно сказать, просто вторую жену, от которой у него внебрачные дети. И поэтому здесь очевидно, просто заместители берут пример с министра обороны. Ну что ж, я порекомендую брать пример журналистов-расследователей и изучать эти темы, читать эти расследования, смотреть или перечитывать и пересматривать. Благодарю расследователя Сергея Ежова за этот комментарий и за эту беседу. Спасибо. Ну, а я добавлю еще пару слов о том, чем до ареста Иванова занималась Мария Китаева. Вот в прошлом году, после скандального увольнения многолетнего директора Третьяковки Земфиры Трегуловой, музей возглавила, если помните, дочь генерала ФСБ Владимира Проничева, Елена. Тогда же Мария Китаева получила должность советника новой главы Третьяковской галереи. Об этом писала, например, Екатерина Цитуридзе. У Китаевой нет искусствоведческого образования, зато незадолго до войны она организовала выставку фоторабот своего брата Дениса, совладельца девелопера клубных домов «Веспер». В 2015 году Минобороны решила продать фабричный комплекс зданий внутри Садового кольца к кипрскому офшору. После этого фабрику начала реконструировать компания «Веспер», совладельцем которой является брат Китаевой, бывшая советница министра обороны Сергея Шойгу. Нравится, не нравится, терпи, моя красавица. По-другому не получится. На самой Украине сегодня при этом праздник очередной, как им кажется, перемоги. Спикер Конгресса США Джонсон, который назвал себя политиком военного времени, похоже, созрел. И все же решил одобрить законопроект военной помощи Украине. Это тот самый законопроект, который выдвигался в марте и был поддержан главным республиканским русофобом Линдси Грэмом, означатый Дональдом Трампом. И который немногим отличается от сенатского, принятого в феврале. А потому этот законопроект сразу же поддержал и Байден, и все остальные демократы. Размер пакета составляет 61 миллиард долларов. Законопроект предусматривает 8 миллиардов экономической помощи Украине. Субтитры создавал DimaTorzok